здравствуйте дорогие мои подписчики и гости канала любимые девочки всех вас приветствую на очередной расклад также я вас хочу всех пригласить к себе в телеграм-канал я на геррер чат я на геррер медиум захотите подписывайтесь общаетесь у нас такая там классная тусовка вы не пожалеете если вы хотите лично у меня погадать за платная консультация обращайтесь в отца номер телефона вы видите на экране он также есть под видео я принимаю всегда лично по видеозвонку и что очередной расклад как всегда а тема сегодня что у него к вам изменилось давайте посмотрим какое у него уже настроение к вам скучает или же может быть наоборот старается скорее вас забыть давайте будем смотреть наливаете чай кофе сейчас потанцуем только не забудьте загадать своего красавчика подумайте о нем представьте его хорошо и давайте будем смотреть итак ваш мужчина кто он в каких энергиях он находится сейчас кто этот человек давайте посмотрим вас кто вы на данный момент в каких вы энергиях находитесь и если у вас сейчас на данный момент общение к хоть какое-либо хоть на ментале и хоть издалека платонически итак ваш мужчина кто он но скорее всего мужчина не свободный у него есть женщина ну или может быть он с мамой живет да я бы сказала что на данный момент несет какие-то потери но есть какие-то проблемы может быть в семье может быть финансово может быть по работе может быть у него проблемы в отношениях сейчас и она пытается выбрать что-то для себя пытается найти выход из положения здесь также мужчина может быть и свободным но у него есть женщина в сердце в голове я уже не знаю кто может быть это тоже и вы мы сейчас все будем смотреть ведет он себя сейчас знаете как как девица красавица который надо добиваться потому что у него такое отношение к самому себе любимому что он самый первый самый лучший самый ненаглядный красавчик красавица в жизни у себя потому что такое поведение не особо как бы ну не особо хорошо для мужчины это женское поведение ну ладно давайте будем смотреть вас кто вы вы тоже находитесь на выборе вы тоже находитесь на выборе может быть вы в принципе выбираете быть с ним или не быть вот в чем вопрос вас сильно есть желание устроить уже как бы знаете спокойно размеренно счастлива свою жизнь так как вы хотите чтобы уже все было по-вашему но вы хотите женское счастье правильно но чтобы уже все уже разрулилась вся эта ситуация наболевшая и чтобы вы уже воссоединились раз и навсегда и вы сейчас в том периоде когда вы выбираете может быть одного мужчину выбрать или же все-таки другого оставаться здесь на данный момент или все-таки переезжать за границу оставаться на этой работе или уходить на эту работу вы сейчас находитесь в выборе вы будете выбирать не ваш мужчина не кто-то еще за вас вы будете выбирать в какую сторону вам двигаться а вас остановить никто не сможет не посмеет потому что вас только жезловой энергии добиться получить доказать остановиться на чем-то конкретном потрясающе просто вас такая энергия тут а прям взрывная тоже можно сказать вы сейчас если то есть если вы долгое время молчали и ничего не делали то сейчас будете добиваться этого открыто ярко определенно вы не будете больше стесняться что то о чем-то замалчивать вы прям вот вы сделаете достойный выбор если вы встретите какого-то мужчину в ближайшее время или выберите уже другого мужчину значит все вы определились и назад кстати дороге уже не будет что между вами но желание встретиться каждый думает о дороге причем знаете в то время вы видите это вы две совы он сова и вы сова два мудреца которые хотят эту дорогу тоже пусть она будет ночная неважно вы очень хотите встретиться потому что между вами действительно есть какая-то дистанция между вами есть вот это вот длинная такая дорога или же знаете вы хотите какой-то свет увидеть в конце туннеля уже я бы еще даже сказала что вы на на ментале общаетесь с этим человеком постоянно понимаете постоянно у вас вот вы тут сидите допустим и что-то ему постоянно передаете какие-то сигналы свои понимаете вы как сова ночная сова у вас именно в ночное время в сумерках там с вечера начинаются какие-то эти инсайты вы там передаете такие у вас как пружинки такие антеночки раз так из головы выходит так что-то ему там передали и все и опять раз так антеночки туда опять в голову раз ушли хорошо давайте все будем сейчас с вами смотреть на ментале в общем у вас общение есть причем это же общение очень приятное и у него к вам кстати у вас к нему и так что у него сейчас к вам изменилось давайте посмотрим что у него к вам сейчас изменилось но я бы сказала что на данный момент за вами скорее всего наблюдает наблюдает он за вами издалека зачем он так так открыт или может быть закрыта за вами наблюдает для чего для того чтобы понять что-то для себя потому что он боится у него есть страх какой страх вас потерять поэтому наблюдает да он наблюдает за тем чтобы быть в курсе всех ваших действий куда вы едете откуда вы приезжаете может быть вы кому-то на свидание ездите а он не знает об этом или вы уже куда-то переехали а он еще не в курсе он также наблюдает за тем чтобы сделать к вам дорожку когда это будет удобно а чего он так еще боится и зачем так наблюдает затем чтобы вы не разбили ему сердце потому что он не хочет разочароваться а может быть уже на данный момент вы не рядом выпас вы в ссоре у вас трехугольник и вы узнали что у него кто-то есть и может быть вы в отмеску ему тоже хотите насолить да изменить ему найти себе другого мужчину а чем так боится он так боится потому что не хочет быть дураком он не хочет оставаться дураком пока он так лежит спит здесь а на подушке кстати у него тут карты возможно мужчина тоже гадает или смотрит онлайн расклады и и тут на ю тубе то столько всего говорят что у него там в голове уже непонятно чего целая каша поэтому он не хочет быть дурачком он не хочет узнать что вы ему там изменили поставить его только перед фактом что у вас уже другой человек также возможно почему он еще следить за вами а потому что он хочет начать все заново для этого вы должны его простить а для этого он должен с вами поговорить о должен вам что-то признаться в том что вы чего-то может быть еще не поняли не да или недопонимаете или не так понимаете он вам может рассказать что это не так было вот именно вот так моя история она вернее милая поверь мне я тебе не изменял давай начнем все заново что у него сейчас к вам изменилось он вас сейчас посмотрим что у него к вам изменилось знаете здесь мужчина возможно в прошлом очень чего-то многого о вас нарисовал у себя в голове того чего не было или может быть кто-то про вас ему рассказывал ну или он советовался с кем-то и тот человек который про вас ни черта вообще не знает только по вашей фотографии делает какие-то выводы и эти выводы они неверны и здесь мужчина сейчас понимает что возможно он неправильно что-то знал о вас какую-то информацию или кто-то ему сказал о вас что-то неверное на самом деле вы не такая как он вот вас в голове там представлял чтобы может быть какая-то легкая может быть или на наоборот какая-то тяжелая такая по жизни а это все вот в общем на 180 все неправильно понимаете вот на 180 градусов все абсолютно противоположное поэтому он пытается сам разобраться вас он хочет вас прочувствовать хочет вас понять но это тяжело ему сделать но не очень хорошая интуиция причем интуиция него потрясающая с детства но он себе не привык доверять и доверяют всем остальным что-то мама скажу что папа скажет что подружка что коллега что там еще может быть он пойдет погадает где-то ему там что-то про вас скажут но только не себя нужно ему доверять себе а знаете почему он здесь не доверяет себе потому что им у него страх у него логика и страх и это практически затмевает все его мозги и он не может реально конструктивно на по-настоящему вас вычислить вас просмотреть вас почувствовать и вас понять как мужчина не может так что него еще к вам изменилось он что-то вас пересмотрел и понял что вы не такая бы совершенно другая и такое ощущение как будто бы в цене как будто знаете возросли если так сказать а что именно он там вас увидел но то что вы десятка пентакли то что вы женщина сама достаточно если он раньше считал что в итоге смеяться там кружится танцевать и пить можете например да к примеру то на самом деле оказ это все не так он ошибался вас слушая всех может это мама говорил что вы вертихвостка там друг его говорил да она вообще тебя бросит и изменит тебе а на самом деле он понимает что вы женщина перспективного перспективная стабильная хорошая жена хорошая мать хорошая хозяйка и вы в отношениях цените мудрость терпение одного единственного партнера детей дом стабильность работу заработки понимаете да вот как у него в голове все переключилась переломилась там прям я не знаю если он считал что вы можете с легкостью изменить то он сейчас понимает что вы не сможете этого сделать потому что ну вы мыслите иначе вы не сможете себе это позволить пойти изменить ему потому что у вас другие ценности у вас ценности семейные а не ценности какой-то вертихвостки который будет прыгать по мужикам вы понимаете у него в голове что-то переключилась интересно а чур а что не переключалась до если он раньше думал что вы такая легкомысленная например на легкая на подъем если вы смеетесь и улыбаетесь то там то вы такая вам ничего не стоит для вас любовь это ничто а сейчас на данный момент он прекрасно понимает что для вас самое важное это любовь это партнерские отношения это когда мужчина твой мужчина твой супруг и он рядом у вас другие ценности правильное воспитание и мудрость понимаете не по возрасту он сейчас это прекрасно понимает потрясающее просто прямо ума палата что еще тут скажешь просветление у мужика прямо наступило в голове до девочки все такие мужчины только были бы правильно ну как говорится уже лучше поздно чем никогда ну что поехали дальше что у него еще у него к вам что изменилось но хотел бы вам сделать ребенка да ну да понимаете вот так вот выйти одному на луну хочет детей хочет ребенка возможно к этому уже пришел возможно пришел к этому с вами он понял что раз вы хорошая мать хозяйка жена значит ей надо сделать ребенка ну принципе логично для мужчин это логично до встретил такую женщину который будет хорошей матерью женой но надо ей делать ребенка потрясающе просто дачу там долго думать вообще у него плана еще знаете показаться скоро где-то на горизонте у вас замелькать типа дорогая я здесь я тебя помню да видите сова здесь мужчину так как речь идет о нем скорее всего засыпает он очень поздно уснуть он долго не может потому что все мысли о вас до мысли вообще не то что о вас он мыслит немножко тяжело в том смысле что почему я такой несчастный почему у меня такая жизнь тяжелая моем возрасте мужики уже все имеют чуть ли уже не внуков а я один холодный как айсберг в океане и никому я не нужный сижу тут так один как сова в этом темном лесу и вижу только свет в этого в конце этого туннеля да поэтому почему я такой ну почему мне так не везет так хочется любви да ну его болото да а мне летать охота хочет любви хочет к вам приехать очень хочет к вам приехать и возможно самое ближайшее время он вам будет об этом говорить виде письма сообщения намека полу намека о том что хочет увидеться с вами да и чем быстрее тем лучше потому что он уже горит горит идеи там я не знаю опять же сделать вам ребенка горит идеи с вами соединиться вообще горит рядом с вами когда он с вами у него там просто понимаете крылья за спиной его все окрыляет то много чего всего хочет и приехать и встретиться и увидится не сексуальный тут с вами контакт просто он мечтает об этом да но я так полагаю что до вас ему еще придется долго бежать лететь и плыть потому что вы как-то ну не рядом вы не рядом а еще знаете что интересно чем дальше вы от него тем ближе он хочет быть к вам как ни странно возможно если вы были бы рядом тубы он так вы страстью той не горел а так как вы далеко вот здесь и вот разгорается хоть поле не просто подбрасываю весь горит да по жезлу горит хочу с ней увидеться да она же моя судьба слушать учу на карта гадает или он тут тоже как бы в онлайн раскладах с утра до вечера сидит а да возможно он тоже что-то смотрит в онлайн раскладах что там про вас говорят я же помните вначале говорил он накручивал себя потому что про вас что-то там кто-то говорил что она такая она такая он думает она такая а на самом деле вы совершенно вот такая у вас не забалуешь у вас семья на первом месте и он сейчас это понимает я не удивлюсь если он сам научился уже гадать и сидит так знаете на вас гадает утра до вечера перебирает карты и карты ему говорят слушай да по судьбе она тебе по судьбе уже еще ну так по судьбе чего так ведет себя так я не пойму как будто не по судьбе но потому что дурака валял он думал с вами можно так легко свободно непринужденно просто покайфовать как говорится до в легкую знаете встретиться так праздник какой-то себе устроить мимолетный на субботу воскресенье но опять же вы из десятки пентаклей дамочка такая серьезная с вами такого не покайфуешь как он хотел бы да да может быть у вас и было одно свидание но это так знаете чисто символически первый раз когда вы встретились может быть где-то там что-то выпили например да даже чай кофе и он думал он и все отлично эти теперь всегда так будем а вы думаете здрасте пожалуйста всегда так будем чего то тут я не поняла ты для чего меня тут приглашаешь для чего-то со мной тут как бы чтоб только для этого нет я хочу серьезное отношение ты не можешь мне ничего предложить тогда до свидания а он не может вам ничего предложить он как этот маленький вася этот совенок видите вот такой маленький совенок вот даже не один а их там трое я не знаю с кем он там еще и с бывшими наверно с вами на вас все на и совета девочки все бывшие ваши мужики это не мужики это совета это маленькие мальчики вот они так сидят где-то теперь сверху на вас поглядывают а вы на них вот так снизу смотрите вверх и думаете боже мой детский сад василек ночная смена сидят вот тут трое на меня смотрят чё смотрят когда вырастут один бог знает тут знаете тут мужчина или моложе вас или же он инфантильный даже если взрослый инфантильный мягкотелый бездействующий мужчина это сто процентов потому что него такая энергия здесь энергия может быть нарцисса может быть я не знаю тоже абьюзера энергия тут мужчины который считает что ну это вы должны под его там дудку плясать и поэтому ведет себя вот именно вот так вот а вы скорее всего этого уже все поняли поэтому уже отпустили и занимайтесь своей жизнью причем ничего не доказываете уже мочу там доказывать ему этого ребенку что-то доказать можно нет что он может понять этот ребенок что может понять ничего хорошо еще вы знаете вот он сидит вот так вот на самом деле вот он перед вами себя вот так ведет на и так выгодно на самом деле он так знаете у него там что-то горит какая-то свечка не свечка может быть какой-то торшер в углу стола он там за книжками может быть что-то думает о чем-то да вот этот черный котик до в черной темной комнате которую невозможно поймать а он действительно хочет чтобы его не поняли не понимали и не вас не смогли поймать почему потому что это король и жезловый это строптивый сексуальный черный яркий огненный код который как говорится гулять сам по себе любит он и и себя влюблять причем здесь мужчина может такой быть потрясающий пикапером о он может быть таким сексуальным мачо о поэтому имейте ввиду он этим может очень ярко красиво пользоваться я не удивлюсь если он когда-нибудь напишет роман я и мои женщины это будет потрясающий бестселлер я и мои женщины до нему есть кстати о чем рассказать о себе и с какой женщиной как он себя бы вообще вел до своих романах похождениях интересно было бы почитать потому что здесь еще тот нас лавелас я же говорил он какой-то такой нарцисс наверное красавчик да пикапер на курсы на им тоже ходил на как за пять минут обольстить любую женщину у него им пятерка была на сессии хорошо давайте смотрим дальше ну и чем давай дальше и чем что у тебя изменилось в женщине за это время ну как что я ее хочу мою вот эту мышку в эту мышку видите вот здесь видит видно да сейчас секунду так она чтобы не отсвечивала видно этого котика эту мышку вот это вы для него эта мышка который он так поймать хочет этот черный котик а вы все никак не ловитесь у вас как этот в мультике том и джерри кто за кем гоняется в этот раз этот раз он за вами гоняется а вы этого черного кота понять хотите да поэтому онлайн расклады смотрите о тяжело девочки с таким котом знаете а вы знаете что у всех ведьм черные коты да вы ведьмочка если ведьмочка уберите его себе да такой котик должен быть рядом с вами еще что у него к вам изменилось какой он не хочет она меня не хочет она меня не встречаться не видится со мной не хочет обрубила меня послала меня заблокировала меня девочки если он вам предлагал только легкие отношения вы правильно сделали что его послали заблокировали просто вообще респект вам если все-таки у вас какие-то может быть серьезные были с ним отношения и он может быть вам изменял или с кем-то гулял и вы его пресекли тоже вы правильно сделали потому что он сейчас понимает что в отношениях себя так вести неподдавающе когда у тебя есть уже одна женщина ты не имеешь права куда-то ходить налево-направо гулять изменять и еще вести себя так своевольно вы тоже правильно себя повели вы поставили его просто на место потому что нельзя было столько уже молчать и закрывать глаза он сейчас это понимает и возможно кто-то ему тоже говорит из близких или из родных типа то что ты хотел как она должна была на это реагировать если ты уже как бы садишься таким образом на голову ты позволяешь себе лишнее женщина как должна реагировать на это молчать и гладите по головке говорит все окей иди дальше гуляй нет конечно с кем-то он тут возможно вас тоже разговаривает может быть это мама может быть это папа может быть и близкий брать сестра дядя тетя друзья близкий друг до кому он может открыться кто такой же как он кто с ним един духом вот с этим человеком он разговаривает о вас еще что у него к вам изменилось да он боится вас потерять потому что понимает что уже потерял но вы же не в на него никак не реагируете никак а зачем она уже типа после всего того что он сделал он вам нужен нет тем более что вы прекрасно понимаете что вы имеете полную силу над ним силу и власть это не он над вами он даже очень сильно этого хочет у него ничего не получается сила вас любая сила это в женщине в не в мужчине вот ее сильный дух я сила характера ее мудрость женской энергии это всегда только в женщине не в мужчине эта женщина всегда является шеей женщина всегда шея куда шея поворачивается туда голова смотрит да что вот он сейчас сидит знаете вот на данный момент вот он вот сейчас в это время он вот так вот сидит то ли на свечку смотрит то ли на свет какой-то издалека смотрит то ли на свой темный торшер вернее светлый торшер в темной комнате вот он сидит и знаете о чем он думает хотите вам скажу о чем он думает он вспоминает с вами прошлые отношения прошлые встречи свидания как у вас все начиналось как у вас было классно как вы только познакомились где это случилось какая была атмосфера какая была погода а как вы с ним заговорили а как вы к нему подошли а как вы с ним дальше куда-то пошли он вспоминает в каждая деталь а как у вас родились дети как у вас произошла свадьба понимаете у нас обо всем сейчас на данный момент вспоминает да и еще вы находитесь сейчас в интернете и в соцсетях вы заходили буквально там я не знаю минуты две-три назад или буквально сейчас будете заходить куда-то в интернет и этот мужчина с вами будет пересекаться или в онлайне вы друг друга увидите что он тоже заходил или же может быть вы его не почувствуете он будет смотреть сейчас на вас что вы зашли в онлайн вот в эту минуту потому что он уже несколько раз сегодня заходит выходит заходит выходит заходит выход за то есть он пытается с вами вот так сойти чтобы сцепка было понимаете когда заряд делаю заряд цык 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 да потом хочет между вами вот это было ой хитер ой хитер еще что него к вам изменилось да вы для него белая пушистая вот такая наверное персидская кошечка с голубыми глазками вот такая вот она где-то на ступеньках у себя дома такая с хвостиком и сушками такая пушистая пушистая вы для него сейчас жезловая красивая сексапильная манящая белая кошечка которую он безумно хочет которые он ревнует от которой просто он как сказать его колбасит от вас постоянно у него бабочки разлетаются по всему телу когда он вас где-то видит потому что он вас так хочет прям взять вот так себе прижать и не отпускать еще да да вот вот он вас ревнует такое ощущение как будто он знать как некий телохранитель готов рядом с вами ходить чтобы вам никто не подходил чтобы вас никто не смотрел чтобы вас никто не видел он с удовольствием бы закрыл все ваши аккаунты в интернете все страницы чертовой матери он закрыл бы вас закрыл бы дома здесь мужчина очень ревнивый понимаете он готов к коршун просто вот так вот над вами летать летать как коршун чтобы вас оберегать чтоб на к вам никто не подошел господи а жизнь просто удалось до девочки было на всю жизнь мечтали такого коршуна иметь рядом а да но признайтесь мечтали наверное ну вот видите далее судьба дала сказала ну красавица тебе такой телохранитель нужен чтобы тебя оберегал такую пушистую ща мы тут дадим одного тебе пусть оберегает ну он и оберегает да потому что он считает что с такой киской должен быть такое альфа самец коршун как я потому что только с ней я должен расти только она меня должна воспитывать только она меня должна иметь а я и больше никого да потому что здесь мужчина видите волк у него натура волка хищник волк одиночка вы думаете он кого-то может к себе приблизить никого покусает разорвет как хищник потому что он с вами хочет стабильности он с вами хочет стабильности и в эту стабильность ему можете дать потому что он об этом давно мечтал чтобы у него была такая женщина как эта пушистая белая киска которую он будет охранять которую он будет любить который это такая беленькая такая нежная такая девочка девочка сделает из него настоящего волка охранника хищника вы знаете здесь мужчина с детства мне такое ощущение что он не в полноценной семье родился знаете почему потому что он с детства мечтал чтобы у него была семья хорошая дружная где он будет отцом может быть жена будет хорошей женой дети дом стабильность порядок комфорт и так далее вот он как будто этого в семье своей не видел с детства и накрытого хорошего стола не родителей которые его любят не еще чего-то с не своего угла не своей комнаты понимаете вот у меня ощущение такой здесь идет и когда этот человек стал взрослеть ему какие-то женщины попадались непонятные вообще где он их брал тоже непонятно вот он скакал по всем этим женщинам ища ту единственную который даст ему то что он мечтал с детства и тут раз вы здрасте и вы тут такая вот то что надо но в самом начале стал вас немножко заблуждаться да не то что он сам заблуждаться скорее всего тут кто-то стал ему помогать советую далее подсказывая что типа она не тогда она не такая счет и взял что ты сможет сможешь с ней семью построить ты посмотри на нее она белая белая пушистая киска типа она только хвостом может вертеть с мужиками играть а ты с ней жену хочешь так жену не такую надо брать ты чё попроще надо брать для жены то а чё ты себе такую нашел белую вы понимаете но я утревно говорю вы понимаете даже у меня умненькие все и только со временем он стал понимать что да нет вот такие беленькие тоже становятся хорошими женами да потому что вы себя стали показывать совершенно с другой стороны и он стал заглядываться задумываться вас проверять вас стал чувствовать как мужчина и стал делать свои выводы стал делать выводы что ему вот так одиноко при луне один никем не понятой одинокий волк ему нужна хотя бы такая киска как вы который будет мурлыкать который будет с ним играться который в принципе вы же как одинаковый пушистики вы же два пушистика таких да потому что ему не хватает любви окошки все умеют любить правильно все умеют любить если к ним относиться по-доброму они все умеют хорошо любить кошки тоже очень преданные так вот что из этого можно сделать какой вывод что у него к вам изменилось а изменилось то что он хочет рядом с вами видеть себя практически так оно и есть вы видите что здесь тоже самое белое и белое вот он себя видит волком если вот эту полностью убрать как бы то что вы кошечка поставить сюда волчицу вы будете с ним как одна целая такая же волчица и при луне почему при луне а потому что у вас такая же судьба неудачная как у него просто вы никому об этом не говорите что у вас тоже самое было как и у него в детстве и благополучная семья неблагополучное детство обиды на родителей ранний уход из дома может быть вы в принципе не знаете своих родителей и вам тяжело вы по идете одна и самое любимое время суток у вас как у него это ночь это луна потому что в это время вам хочется побыть одной подумать о чем-то сделать какие-то свои выводы поразмыслить о своей ну вот такой вот несчастный может быть тяжелой жизни и здесь два одиноких человека могут создать прекрасную потрясающую пару сойтись вместе им тогда не будет одиноко это луна она для всех 1 но под этой луной люди сходятся и могут прекрасно быть вместе вот что он хочет вот сейчас он один он сейчас без вас вот с этой луной наедине глядя куда-то я не знаю лежит может быть в они смотрят воду или пьет нам что-то выпивает и смотрит да на одно своего стакана бокала да топит свои чувства где-то вине воде и так далее в своих эмоциях а ему на самом деле хочется хочется быть рядом с вами чтоб точно так же он вас забрал к свой мир свой ночной мир где будет та же луна но вы уже будете вместе вот что он хочет потому что ему тяжело одному и он прекрасно знает что вам тоже тяжело одной еще что него к вам изменилась да да он выбирает вас вы девочка его волчица вы его девочка волчица он выбрал уже давно вас он хочет быть рядом с вами потому что только вы достойны быть рядом с ним никого другого подпускать не будет это одинокий волк знает себе цену он готов ждать он уже давно вас ждет терпеливо наблюдая делая свои выводы когда он будет к вам двигаться потому что он хочет точно так же как и вы любви но ведет себя осторожно потому что присматривается принюхивается и пытается вас почувствовать дайте ему эту возможность он уже много всего отсмыслил много всего уже понял осталось только наверное дело за малым но мы мы это будем смотреть в следующем раскладе вот такой был расклад пишите пожалуйста свои комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал самое главное будьте счастливы пусть у вас в личной жизни все наладится а я вас всех люблю целую обнимаю и до скорых встреч спасибо